Пинское общество спасения на водах впервые предложило детям принять участие в конкурсе рисунков, посвященном безопасности на воде. Дебют увенчался успехом, ведь удалось организовать целую выставку художественных работ. Самыми активными выступили 34-й, 28-й, 9-й детские сады, а также Пинский социально-педагогический центр. Цель этой мероприятия, выставки, мы хотим еще раз привлечь внимание в основном взрослых к теме безопасного поведения детей, связанной с водой. Работа с детьми по теме безопасного поведения на воде, начиная с яслей, со школы, детский сад и так далее, на определенной этапе своего взросления он эту информацию будет впитывать. Ну и, наверное, к своей взрослой жизни эти дети будут более законопослушные, сохранять свои жизни. Начальник Пинской организации «Освод» рассказал детишкам о своей работе, ознакомился со специальным оборудованием спасателей. Юрий Яковлевич убежден в том, что необходимо продолжать и совершенствовать нестандартные методы работы с детьми и их родителями, чтобы снизить печальную статистику гибели на воде. Ведь видеоролики и конкурсы на тему безопасности на воде рано или поздно сыграют свою жизненно важную роль. Что это такое? Город. Город. Куда они деваются? В море. На море? Подеваются. Да. Потому что ластами начинают внести и быстрее скорость плавания. По оперативным данным Пинского «Освод» с начала года по 1 сентября по Брестской области числится 67 утонувших, в том числе пятеро детей. Беда не миновала и Пинщину, где на воде погиб 11-летний мальчик. Спасатели признают самым губительным предметом на воде подручные плавательные средства – надувные круги и матрасы. Мальчик трехлетний на матрасе надувном сидел. Половина матраса находилась на берегу, вторая половина на воде. Порыв ветра и его уносит. Девочка поплыла спасать, ну уже девушка, подросток 16-летняя, доплыла до него, назад возвращалась, наверное, не хватило сил. Его оба утонули. К сожалению, виной многих случаев гибели людей на воде становится игнорирование мер безопасности спасательных служб. «Освод» предупреждает – маленькая шалость может обернуться большой бедой. «Никогда не купайся в местах, не предназначенных для купания». «В воду надо входить осторожно». «И не прыгай в воду, если не знаешь, на какой глубине дно». «Ах, ах, 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 ах!»